Всем привет! Не так давно я попытался инвестировать в акции и посмотреть, что из этого получится. На самом деле, я уже очень давно хотел это сделать, и примерно месяц назад я это сделал. И, в принципе, записал видео, вы можете посмотреть либо по ссылке в описании, либо по подсказке, которая сейчас появится. Но хотелось бы подвести какие-то итоги. Чего в итоге я достиг? Стало ли это лучше, чем криптовалюта, либо это хуже, чем криптовалюта? Как используется этот инструмент? И что, в принципе, в какое направление двигаться? На данный момент я вложил туда всего лишь 6 тысяч. Это те самые 6 тысяч, которые были в том видео. Я хотел вложить чуть побольше, но у меня руки так и не дошли, и это же, конечно же, очень плохо, потому что я действительно собирался вкладываться туда. Но что мы имеем сейчас? Прошел целый месяц, и сейчас я вижу, что мой брокерский счет на моем брокерском счету 6137 рублей. То есть, в принципе, я в плюсе на уже 133 рубля. На 133 рубля. Так ли это или не так? Во-первых, хочется отметить, что данный плюс произошел из-за резкого скачка доллара. То есть, у нас доллар подскочил процентов на 5-10, я точно не считал. И если как раз-таки от этой суммы отнять 5-10%, то получится 5% это получается 300 рублей. То получится даже я не в большом минусе, если бы не было этого скачка по отношению к доллару. Также нужно отметить, что при вводе средств и при выводе средств относительно большие комиссии относительно криптовалюты. Если мы говорим про криптовалюту, то там комиссии составляют примерно 0,25% за транзакцию, либо там на вывод тоже составляет довольно небольшие комиссии, там не больше, там возможно даже где-то 10 рублей, если перевести. Тут же комиссии, как мы видели из прошлого видео, которое есть в описании, составляют от 99 рублей. Даже если вы хотите купить одну акцию, у вас минимум будет 199 рублей комиссии. Если вы хотите купить 1000 акций, то у вас там будет 0,3% в приложении Тинькофф, у вас, соответственно, получатся те же самые, там 99 рублей. Если вы оперируете маленькими суммами, вам это невыгодно. Если большими суммами, это уже становится почти так же выгодно, как и криптовалюты. Но давайте посмотрим, что в итоге было с Твиттером за это все время. И мы возьмем график как раз-таки один месяц. Самая минимальная цена, которая у него была, это как раз-таки в самом начале этого графика, это 28 долларов. Если честно, я уже не помню, поскольку я его покупал. Возможно, даже можно посмотреть, поскольку я его покупал. Я его покупал по 31 доллару. 31 доллар, тут получается, еще надо учесть комиссию. То есть, получается, я покупал его, цена покупки, нет, 31 доллар, то есть это без учета комиссии. Но минимальная самая цена за все это время была 28 долларов, как мы видим, 29 долларов. И максимальная цена 32 доллара. Если бы я вот вывел эту разницу, это получается плюс 4 доллара. Даже, да, 4 доллара. 4 доллара это порядка 7% от где-то 32. Это я сейчас в голове прикидываю. Но сейчас я оказался в плюсе вот примерно на... Ну, по отношению к долларам я оказался на том же уровне, на котором и был до этого. Даже оказался в минусе из-за того, что у меня съелась комиссия. Но, в принципе, я все равно хочу продолжить это сделать и ввести некоторую сумму денег в акции. Потому что я считаю, что действительно нужно хранить свои деньги диверсифицированно. И у вас ваш пакет, который вы храните в деньгах, он должен быть диверсифицирован. Не только внутри криптовалюты, но и также внутри акций, денег, налички, деньги в банке. Возможно, там какие-то доллары, евро. Все это должно быть разбито, чтобы в случае чего, допустим, как сейчас просел рубль, он просел на 5%. То на самом деле это не гарантирует, что он снова там не просядет. Мы все помним тот же самый 2014 год, когда он просел там в два раза. Мы все это видели, это все было на наших глазах. Поэтому это нужно учитывать. Рынок криптовалют более растущий, чем рынок акций сейчас. Рынок акций, наоборот, я считаю, что сейчас он будет падать из-за как раз-таки общего рынка криптовалют. Есть такая некоторая тенденция, что примерно там каждые 10 лет происходит некоторый дефолт, в принципе. Это было как в 95-м, наверное, из-за появления там того же самого интернета. Это был интернет-бум. Это было в 7-м году. Это было... Тут летучие мыши летают. Классно. Это было... Извиняюсь. Это было в 7-м году. Все мы помним, в Америке был кризис. И это отразилось не только на Америке. И это, скорее всего, будет сейчас. На данный момент, скорее всего, это будет связано, конечно же, с криптовалютами. Ну и, по сути, просто так сказать, срок пришел. Рынок перекуплен. И я ожидаю, что в ближайшие пару лет рынок конкретно акций, он будет как-то проседать. Рынок криптовалют будет расти. Конечно же, этот рынок, в принципе, будет развиваться по сравнению с рынком акций и, в принципе, по сравнению с другими рынками. Но мы посмотрим, чем все это закончится. Я надеюсь, данное видео было для вас полезно. Вы что-то узнали для себя нового и что-то поменяли в своей голове. И придете к каким-то действиям. Спасибо, что посмотрели данное видео. Всем пока. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»